Приветствую вас. Я бы сказал, что важным моментом в этой ситуации является то, что девушка не чувствует себя нужной, не чувствует себя важной, не чувствует себя ценной. Вот, и на самом деле, ну, просто чтобы вы, может быть, понимали, да, на самом деле момент есть в том, что ваше успокаивание ее, то, что вы ее успокаиваете, то, что вы пытаетесь ее успокоить, это, ну, как бы так сказать, это не добавляет ей силы, потому что успокаивание ее и преободрение ее, это добавляет только, ну, ей, добавляет ей ощущение, такого ощущения, что она, ну, действительно никому не нужна. Понимаете? Вот. То есть, если вы хотите ей помочь сами, и то, что вы реально можете сделать для нее, вот, то, что вы реально можете для нее сделать, это дать ей возможность почувствовать себя нужной, нужной. Дать ей возможность почувствовать себя нужной. Как это сделать, например, да? Как это сделать? Ну, позволить ей помочь вам в чем-нибудь. Позволить ей что-то сделать для вас. Показать ей, что вы нуждаетесь в помощи. То есть, именно ей продемонстрировать, что вы нуждаетесь в помощи. Понимаете? чтобы она увидела, что вот, что, да, я могу помочь, что, да, я могу, там, ну, что-то сделать, что, да, я могу как то вот, ээээээ, там, ну, грубо говоря, повлиять на что-то, вот, и это даст ей необходимый заряд, это даст ей необходимый заряд, это даст ей вот необходимые такие силы, вот, чтобы, ну, чтобы чувствовать себя лучше, чтобы чувствовать себя, ну, может быть, даже эффектнее, может быть, даже более полно, чтобы ощущать себя, ну, вот, хотя, конечно, здесь, ну, здесь возможны некоторые варианты, конечно, конечно, в целом, вот, но вот то, что вы можете сделать, то, что вы сами можете сделать, если вы хотите это сделать, это вот дать ей вот эту возможность почувствовать себя нужной, дать ей возможность почувствовать себя важной, дать ей возможность почувствовать себя ценной и так далее. То есть, это вот такой момент, это вот такая история и, соответственно, мне думается, что именно в этом ключе вам и нужно, ну, двигаться, то есть, именно в этом ключе вам нужно рассматривать, а, помощь, а, ей, вот, а другой, конечно, вопрос заключается в том, можете ли вы это сделать, другой вопрос заключается в том, готовы ли вы это сделать, вот, но это уже, как вы, я надеюсь, понимаете, это уже немножко, немножко, ну, это уже немножко другая история, вот, значит, с другой стороны, нельзя не сказать, что вы вовлечены в такой тип отношений, которые в психологии принято называть треугольником Карпмана, когда есть спаситель, вот, в отношениях, когда есть спаситель, а есть, соответственно, жертва, которую нужно спасать, и есть, соответственно, агрессор. Вот, в данном случае достаточно хорошо прослеживается эта деструктивная, к сожалению, связь, потому что, ну, деструктивная, я надеюсь, понятно, почему она деструктивная, вот, связь прослеживается именно в том, что вы её спасаете. То есть, по определению, человек, который его спасает, не имеет адекватной мотивации для того, чтобы выйти из этого состояния, выйти из состояния жертвы, потому что его и так спасают. Вот, к сожалению, да? И, соответственно, до тех пор, пока вы будете её спасать, она будет этой самой жертвой, а, беспомощной, она будет этой самой жертвой, вот, к сожалению, потому что никакой мотивации выходить из этого состояния у неё не будет. Опять же, к сожалению. Вот. Ну, про треугольник Карпмана вы можете поисследовать в интернете, сами. То есть, там это написано более подробно. Пока что я могу констатировать то, что вы находитесь также в отношениях в зависимости, вы находитесь в роли спасителя. И, эта роль, это модель, эм, модель взаимодействия с, эм, ну, с девочкой, с вашей, скажем так, подругой пока что, она является деструктивной. И с профессиональной, с точки зрения профессиональной психотерапии, вам, вам нужна, опять же, помощь для выхода из посвящего и спасителя. Почему вам нужна помощь по выходу из посвящего и спасителя, потому что, ну, вы сами, опять же, не выйдете, скорее всего, из этого состояния, сами даже, скорее всего, не замечают, что вы находитесь в этом, что вы находитесь в этой позиции. Вот, и, соответственно, как бы, с точки зрения, опять же, профессиональной психотерапии, человек сам не может выйти из этого состояния, потому что вы, ну, привыкли, вы не осознаете, вот, этого и так далее. У вас, кроме того, есть, скорее всего, даже цель такая, т.е. вы хотите быть спасителем для своей девочки, вот. Вопрос заключается, конечно, в том, почему и для чего вы хотите этого, т.е. почему вы хотите спасать, для чего вы хотите спасать и так далее. Вот. Ну, а это уже, это уже на самом деле деталь. Вот. Т.е. это вот такие моменты, которые нужно выяснять именно с вами, возможно. Вот. Значит, ну, такой, такой, в принципе, аспект, я полагаю, такой момент, я полагаю. И, соответственно, вам желательно, вот, ну, возможно, на это обратить свое внимание. Т.е. до тех пор, пока вы к девочке относитесь так, да, она будет жертвой. Ну, потому что она знает, что у нее есть вы, которые вот всегда ей поможут. А, да, вы говорите о том, что она пыталась с собой покончить, да, вы говорите о том, что у нее есть явные проблемы, т.е. ну, вы описываете реальные проблемы, да, т.е. по сути, это попытка суицида, ни много ни мало. Ну, и, как бы, это, ну, это действительно серьезно. Ну, и вы, вместе с тем, вы не можете помочь ей сами, вот. Вы не можете, и вы не способны, а, ей, а, помочь. А, сами. А, потому что, вы не обученный чувак, у вас нет таких возможностей. То есть, по факту, пытаясь ей что-то помочь, и говоря с ней, да, ну, разговаривая с ней, вот, пытаясь что-то сделать в этой ситуации, вы оказываете ей вред. Вот. Когда как ей нужна помощь, возможно, ей нужна госпитализация. Вот. Потому что, ну, ну, потому что, как бы, ну, очевидно, что вас просто может не оказаться на месте вовремя. Вот. И, ну, и, соответственно, она может что-то с собой сделать. Вот. И в этой ситуации, и вы будете себя винить, что, ну, что вас не было рядом, что вы не оказали помощь. Вот. И вы будете себя винить, и, соответственно, девочка тоже свои проблемы не решит. Вот. Поэтому, если у вас, если у вас имеет место быть, вот, такое желание, ну, действительное желание ей помочь, по-настоящему ей помочь, да? Вот. То, мне кажется, обратиться к специалисту как можно быстрее, это влажная наиболее приоритетная сейчас задача. Вот. И самому рассмотреть, почему вы, вот, по сути, сделали ее самочувствие, да, своим приоритетом. Вот. Вот. То есть, мне кажется, что это очень важно. Вот. Вот так. Сами почитайте, пожалуйста, про треугольник Карпмана. Вот. Сами переследуйте его, это важно. Вот. Потому что, ну, опять же, это позволит вам лучше понимать, о чем идет речь. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог, был полезен. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.